Губернатор Тверской области провел личный прием граждан. Были рассмотрены обращения, связанные с заменой кресел в районном доме культуры и окон в детском саду, а также проведение капитального ремонта в многоквартирном доме. Подробности в нашем первом материале выпуска. С вопросом о замене кресел в зрительном зале Макса Тихинского районного дома культуры к главе региона обратилась местная жительница Надежда Веселова. Как рассказала женщина, в учреждении проводится много различных мероприятий, на которые любят ходить местные жители. Однако кресла в зрительном зале не менялись с открытия ДК. Есть с чем сравнить с другими домами культуры. И как-то становится обидно за свой дом культуры, что издание хорошее, концерты отличные показывают, а вот кресла уже требуют замены. Пришел в дом культуры, сел комфортно, уютно было всем жителям. Мы любим наш дом культуры, любим посещать. Игорь Руденя сообщил, что обновление кресел в ДК запланировано в текущем году. Средства на эти цели выделены. С просьбой о замене окон в детском саду номер 28 Ржева обратилась мама одной из воспитанниц дошкольного учреждения, Елизавета Иванова. Она рассказала, что за последние годы сад очень преобразился. Она к родителям беспокоит состояние окон в группах. Садику исполняется 45 лет, и уже часть оконных блоков приходит в некодности, в связи с чем в осенне-зимний период выдувается тепло, и поэтому необходимо произвести замену. Губернатор сказал, что средства на проведение ремонта предусмотрены в бюджете. Работа выполнят по региональной программе укрепления материально-технической базы дошкольных учреждений, которая реализуется в Верхневолжье с 2018 года. Должны быть работы завершены до 1 августа, до начала окопительных сезонов. Поэтому, по-другому, что задачи исправить, а вы заодно нам потом расскажете. Хорошо. Жительница Твери обратилась за содействием в проведении капитального ремонта в многоквартирном доме, расположенного по адресу поселок Хима-Института, дом 46. Здесь 370 квартир, где проживает большое количество детей и возрастных граждан. У нас очень большой проблемный дом, густонаселенный. Это бывшее общежитие. В наличии два обычных пассажирских лифта, но сейчас работает один. Как отметил Игорь Руденя, в доме отремонтируют кровлю по региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Также в доме в этом году заменят один из пассажирских лифтов. Работы планируется завершить в сентябре текущего года. По итогам рассмотрения заявлений Игорь Руденя дал конкретные поручения профильным ведомствам, чтобы все вопросы, с которыми обратились жители Верхневолжья, были решены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова